Мир природы Хищники, гиены и львы Посмотрите вон там Без встреч с ними не обходится ни одно сафари Наконец-то она уснула Ощущение скрытой угрозы вызывает у нас страх Папа, я боюсь, я не люблю гиен Но пока мы боимся крупных зверей Крошечные убийцы действуют незаметно для нас Миниатюрный злодей, каждый день отнимающий куда больше жизни, чем львы и гиены вместе взятые Жестокое сообщество, созданное для нападения Прирожденные убийцы размером не больше спичечной головки На планете насчитывается более 8 тысяч видов муравьев, большинство из которых абсолютно безопасны Но представители одного или двух видов отличаются столь свирепым характером, что некоторые считают, что они способны убить человека Возможно ли это на самом деле? Могут ли бродячие африканские муравьи съесть лошадь за сутки? Может ли человек погибнуть от единственного укуса австралийского муравья-бульдога? Способны ли бродячие муравьи в Латинской Америке уничтожить в лесу все живое? Правда это или вымысел? Миф или реальность? Мы отправляемся в кругосветное путешествие в надежде узнать правду об этих муравлях-убийцах Муравьи-убийцы Это Анткам Ее специально спроектировали для того, чтобы смело отправиться туда, куда до сих пор не удавалось проникнуть ни одной камере Это единственный способ поближе познакомиться с этими крошечными, но свирепыми существами И исследовать их образ жизни более досконально, чем когда-либо раньше Усовершенствовав Анткам в течение нескольких лет, мы надеемся, что она наконец готова приступить к работе Пересекающая территорию Коста-Рики и Панамериканское шоссе проходит через живописный лес, покрывающий холмы Национального парка Санта-Роза Ареал от Мексики до Аргентины Здесь обитают одни из самых опасных в мире насекомых, по крайней мере нам так говорили Бродячие муравьи Дейл Моррис, местный натуралист и фотограф Размер от 4 до 15 миллиметров Он поможет нам отыскать эту живую легенду Здесь прекрасное место для муравьев Да, самое подходящее Здесь много старых деревьев Я надеюсь отыскать муравейник где-нибудь Бродячие муравьи Тропа уводит нас вместе с камерой в глубину их владений Если верить фильмам ужасов, эти насекомые уничтожают все на своем пути Говорят, они за несколько минут способны обгладать человека до костей В стволе этого дерева находится их пристанище Дом, приютивший миллион бродячих муравьев Как будет работать анткам во время первой встречи с ними? Подвергнется ли она нападению? Или выйдет победителем из схватки? Пока все нормально Все системы работают Анткам приближается вплотную для выхода на крупный план Впервые заглянув в гнездо, мы словно попадаем в другой мир Основные структуры как будто сделаны из самих муравьев Миллионы лапок, сцепившись между собой Образуют кабели для связи А также заменяют коридоры и лифты внутри колонии Все это крепится с помощью специальных крючков По мере того, как камера проникает в глубину гнезда Вид становится все более фантасмагорическим У бродячих муравьев разделение труда достигает головокружительных высот Охранники и уборщики Солдаты и няньки Все они дети одной матки Их объединяет общая цель Добывать пропитание для скрытых в коконах сотен тысяч личинок Это их будущее За исключением матки Все члены этого сообщества вооружены жалом Представляющим собой видоизмененный ей циклад Об этом знают все в лесу По крайней мере все его исконные обитатели Дейл Моррис сделал большую ошибку Решив исследовать муравейник без посторонней помощи Считая, что принял все необходимые меры безопасности Надев защитный костюм, перчатки и шлем Однако он упустил из виду одну деталь Этот костюм предназначен, чтобы уберечься от пчел Но здесь были муравьи Рассерженные муравьи Когда я пробрался внутрь, муравьи буквально облепили меня со всех сторон И вскоре я стал ощущать укусы по всему лицу На шее, в уголках глаз Чего я никак не ожидал Присмотревшись получше, я понял, что муравьи проникли под маску Боже мой, что я наделал Охваченный паникой, я быстро сбросил костюм Забыв, что манжеты на запястьях были туго затянуты В результате обе руки застряли в рукавах Где были две пригоршни раздраженных муравьев Когда мне наконец удалось выбраться из костюма Шея у меня распухла, как у орангутанга Уши болели так, как будто к ним приложили куски льда Муравьи скусали весь лоб А запястья, я просто перестал их чувствовать Как будто их не было вообще Обладая таким количеством жал Бродячие муравьи, несомненно, могут организовать надежную оборону Но как они будут действовать в наступлении? Как в любой город, сюда нужно доставлять продовольствие для работников Потомство тоже нуждается в пище Нам предстоит стать свидетелями легенды в мире насекомых Бродячие муравьи отправляются в поход Специально назначенные строители мостов Заполняют своими телами неровности на пути Чтобы облегчить движение остальной массы В час пик за одну минуту гнездо покидают 6000 насекомых При этом они старательно избегают прежних маршрутов Чтобы не оказаться там, где уже побывали раньше Эти муравьи способны лишь двигаться вперед Или стоять на месте 300 тысяч кровожадных убийц отправляются на ежедневный разбой Построение этого войска напоминает дерево Основной ствол, питающий сучья потоньше Ветки и небольшие побеги Реки и ручьи муравьев Они не остаются незамеченными В течение миллионов лет их жертвы научились улавливать запахи С помощью которых муравьи поддерживают связь Неожиданно лесная подстилка приходит в движение Охваченные ужасом обитателей нижнего этажа Поспешно спасаются бегством Если ты умеешь бегать, нельзя терять ни минуты Но поток неожиданно меняет направление Сначала повернув налево, а потом направо Многие беглецы оказываются в ловушке Войско бродячих муравьев не знает пощады В тело скорпиона вонзаются сотни ядовитых жал Через несколько секунд он теряет способность двигаться Словно гулливер Жертвы муравьев подчас превосходят их по размерам в тысячу раз Может быть, такие способности вызывают у некоторых подозрения Что в меню муравьев входят даже люди Как муравьям удается справиться с более крупными животными? Даже черепахе, похоже, без труда удается спастись от передового отряда Встретив на своем пути змею Муравьи не спешат нападать на нее Причина вскоре становится очевидной Если небольшие жертвы муравьи вскоре умерщвляют с помощью яда То, сражаясь за более крупную добычу Они сначала пытаются прогрызть защитный чешуйчатый панцирь Потом содержащиеся в яде ферменты сделают свое дело Через час тело жертвы просто развалится на части И муравьям останется лишь доставить в гнездо этот достойный гаргантюа обед Немало солдат-пехотинцев выполняют заодно обязанности насильщиков Их челюсти прекрасно приспособлены для транспортировки добычи Как и в любом войске, дисциплина не является абсолютной Каждый насильщик сам себе командир, который ищет помощников, чтобы доставить домой добычу Однако система управления и контроля во многом до сих пор остается загадкой Узнав, что муравьи передают и принимают сложные химические сигналы Мы сумели расшифровать лишь часть этого алфавита И пока не знаем принципа построения слов Мост продолжает работать, позволяя насильщикам не тратить напрасно время в поисках обходных путей В день жертвами муравьев становятся до 50 тысяч насекомых Жуков, пауков и скорпионов Их останки теперь движутся мрачной чередой В муравейнике свежую пищу поровну распределяют между членами сообщества Таким образом, миллион бродячих муравьев может действовать как единое целое Практически как единый организм Уборщик и няньки перемещаются внутри муравейника, удовлетворяя потребности остальных Любой член общины вправе потребовать пищу И его просьба не останется без внимания Наводя ужас на окружающий лес Бродячие муравьи относятся друг к другу с трогательной заботой По мере того, как день подходит к концу, все больше ощущается приближение чего-то важного Это необычный вечер Как правило, с наступлением темноты муравьи отправляются на отдых Возможно, они наводят порядок у себя в доме, вернувшись с дневной охоты Уборщики относят ненужные отходы на мусорную кучу Но сегодня дело обстоит иначе Это опустевшие коконы, из которых вылупились новые муравьи Клан работников увеличился еще на 50 тысяч членов В эту ночь муравьям предстоит продемонстрировать самый удивительный спектакль Миллион муравьев готов к переходу на новое место жительства Коконы с личинками аккуратно извлекают из хранилищ Снаружи более крупные солдаты управляют движением Эвакуация войск должна завершиться в течение нескольких часов Как принимается такое решение? Является ли матка абсолютным монархом? Или работники тоже участвуют в голосовании с помощью химических сигналов? В любом случае муравьи действуют единодушно Это одно из самых удивительных чудес животного мира Массовый исход миллиона муравьев всего лишь за один вечер Матки до сих пор нигде не видно Самые преданные войны прячут ее от ярких огней камеры Проникнуть сквозь этот живой щит, чтобы лицезреть царственную особу Можно лишь с помощью инфракрасного луча Невидимого для муравьев, но не для нашей камеры Быстрый взгляд на царицу перед тем, как она отправится в путь в 200 метров длиной В конце которого ее ждет новый дом Так начинается кочевой этап в жизни колонии В течение следующих трех недель муравьи каждую ночь будут совершать очередной переход в поисках новых охотничьих угодий Рассвет застает странников в пути У них очень мало времени Недавно вылупившиеся насекомые проголодались Муравьи приблизились к исследовательскому центру в тропическом лесу Санта-Роза Какую добычу они рассчитывают здесь найти? Не станут ли жертвами их нападения люди? Все обычные подозреваемые уже здесь Некоторые пытаются укрыться в необычных местах Я сейчас покажу фокус Полированный пол должен работать как первая линия обороны против непрошенных гостей Однако хитроумным охотникам вскоре удается ее прорвать Строители мостов и здесь нашли применение своему искусству Оставляя крошечные царапины на поверхности Они соорудили горизонтальную лестницу для своих сородичей Наступление продолжается по всему фронту Какой прием ждет муравьев? Может быть, они рассчитывали на что-то иное? Я обожаю муравьев Они замечательно чистят мой кабинет, чистят мою спальню Я жду, когда они появятся и избавят меня от мерзких насекомых в доме К огромной радости работников лаборатории В помещениях проводится бесплатная дезинсекция После нашествия муравьев Не остается ни одного жука, таракана или скорпиона Биологи по понятным причинам Отнюдь не сожалеют о подобном вмешательстве Но как считают люди, живущие за пределами национального парка? Как относятся крестьяне и пастухи Коста-Рики К приходу миллионной армии муравьев? Они ловят скорпионов и тараканов Истребляют всю эту нечисть Пусть они заберут от нас всех этих насекомых Скорпионов А заодно мышей Бродячие муравьи являются, наверное, самыми безжалостными И ненасытными убийцами среди обитателей нижнего этажа в лесу Однако, с их точки зрения, чудовищами являемся мы В действительности, эти муравьи стали друзьями человека, а не его врагами По крайней мере, в Коста-Рике Однако, такие сцены дают обильную пищу человеческому воображению Действительно, кто удержится от вопросов Увидев полумиллионную армию муравьев на тропе войны На другом конце планеты, на острове Тасмания, у южного побережья Австралии Живут муравьи, у которых нет друзей Здешние леса и горы стали пристанищем насекомых, якобы способных убить человека в течение четырех минут Это муравьи-бульдоги Одни из самых крупных в мире Они весьма примитивны Внешне больше напоминают ОС У них не столь развита общественная организация, как у бродячих муравьев Но они свирепы Они испытывают анткам на прочность Этот муравей особенно упорен Размер муравьев-бульдогов варьирует от крупного до гигантского Степень агрессивности, от злобности до крайней опасности Вдобавок, они вооружены страшным жалом, который пускает в ход без особых раздумий Ареал, Южная Австралия, Тасмания Численность колоний до 2000 особей Размер от 8 до 15 мм Наибольшей злобой, как ни странно, отличаются самые мелкие муравьи Это самые опасные существа на Тасмании От их укусов погибает больше людей, чем от змей, пауков и пчел вместе взятых Познакомьтесь с джек-джамперами Джек-джамперы живут небольшими колониями из нескольких сот насекомых У себя дома, в лесах Тасмании, они накрывают гнездо слоем мелких камней Камни также поглощают солнечную энергию, что позволяет поддерживать тепло в камерах с личинками прохладными ночами Это все равно, что человеку поднять машину над садовой изгородью Но теперь тасманские муравьи-бульдоги с успехом осваивают новые места обитания Пригороды В Хобарте и его окрестностях стараниями людей возникло прекрасное сочетание света и тени Которое, судя по всему, вполне устраивает муравьев Эти уличные муравьи устроились здесь со всеми удобствами Однако у них не появились друзья среди местных жителей Я не подозревал о существовании джек-джамперов до 10 лет В том, насколько они злобны, я впервые убедился, увидев их гнездо Решив его разворошить, я взял палку и стал ковырять ею внутри Это доставляло мне большое удовольствие Минут через 15 я не знаю, откуда они взялись Но пара муравьев, забравшись ко мне в штаны, укусила меня в пах И тут я понял, что это не кончится добром Для многих жителей Тасмании первое знакомство с острыми жалами вылилось в ненависть на всю оставшуюся жизнь Свежевскопанная земля в пригородном саду кажется мягкой и приятной Джек-джамперы способны вырыть камеру для куколок с личинками за несколько дней Гнездо может оставаться незамеченным в течение недель Здесь достаточно солнца, и муравьям незачем собирать камни В результате у них появляется больше времени для своего любимого занятия — агрессии После того, как анткам приблизилась на достаточно малое расстояние муравьи начинают демонстрировать свой истинный характер Обладая прекрасным зрением, они безошибочно находят цель Через считанные секунды они уже готовы к нападению Анткам вынуждена отойти Эти муравьи с беспокойным характером не слишком ладят даже друг с другом Большие индивидуалисты, чем дисциплинированные бродячие муравьи Джек-джамперы нередко выясняют отношения между собой Ссоры чаще всего случаются из-за лидерства в гнезде При этом другие сородичи в споре не участвуют Охотятся они тоже в одиночку, пользуясь ядом, который вполне может оказаться самым сильным в мире Мощные ферменты и инсектициды практически мгновенно парализуют муху, которая погибает через несколько секунд Размер жертв ограничен лишь физическими возможностями муравья, которому приходится доставлять добычу в гнездо Даже пчелы и осы погибают от яда этих безжалостных хищников Они крайне воинственные Любое движение или вибрация вызывает у них раздражение И мы нередко страдаем от их острых жал Приблизительно раз в неделю врачи скорой помощи Хобарта выезжают на вызов к очередной жертве джек-джамперов Вы чувствуете, как яд распространяется в организме Вам становится жарко, как будто по венам растекается что-то горячее Организм очень быстро прекращает функционировать, буквально в считанные минуты Вы ощущаете, как тело покидает жизнь Это очень страшно На этот раз пострадавшей повезло Укол адреналина возвратил ее к жизни Последний раз пациента доставили ко мне через 7 минут после вызова скорой У него отсутствовал пульс и другие признаки жизни Как вы себя чувствуете теперь? Доктор Саймон Браун имеет большой опыт лечения анафилактического шока Самого крайнего проявления аллергической реакции Примерно 1% населения страдает периодическими приступами к тяжелой аллергии Требующими введения адреналина Поэтому около 4000 человек на Тасмане рискуют умереть в случае повторного укуса этим насекомым Он разработал оригинальное решение этой серьезной медицинской проблемы Но сначала нужно поймать несколько маленьких убийц, постаравшись, чтобы не укусили тебя самого Врач хочет выделить яд в надежде, что малая доза его может стать ключом к исцелению Он соорудил специальную камеру, чтобы воспользоваться пресловутой агрессивностью джек-джамперов Воздействуя на них с помощью коротких электрических разрядов Ток раздражает насекомых, заставляя жалить стеклянную поверхность, на которой они находятся Таким способом мы получаем около 10 микрограммов яда от каждого муравья Это довольно сложно, но нас это устраивает Поскольку нам не приходится убивать муравью, в которых мы потом возвращаем в гнездо Так что это не приносит вреда экологии В ходе медицинского эксперимента некоторым пациентам ввели половину дозы яда, которую получает укушенный человек В случае успеха у них не должна наблюдаться тяжелая реакция при повторных укусах Остальным ввели плацебо, говоря при этом, что сделали настоящую прививку Укус должен продемонстрировать эффективность такого метода путем обычной двойной проверки вслепую Даже сам доктор Браун не знает, кому ввели настоящий яд Для тех, кто с детства испытывал страх перед муравьями, это нелегкое испытание Через несколько минут становится ясно, что у Брента начинается приступ аллергии Ему, очевидно, ввели плацебо У Грэга все в порядке, сердце бьется нормально У Брента покраснело лицо Пульс резко участился Кровяное давление подскочило Это глубокий анафилактический шок, опасный для жизни Это паническая реакция организма на попавший в него яд Если не ввести адреналин Пациент может умереть через несколько минут от остановки сердца или от отека дыхательных путей К счастью, помощь не заставила себя долго ждать и все обошлось Методика доктора Брауна оправдала себя со всей очевидностью Ни один пациент, которому ввели яд в качестве вакцины, не испытал аллергической реакции после укуса Бренту тоже не придется испытывать это снова Джек-джамперов можно вполне считать самыми опасными муравьями на свете В том, что касается аллергии Они агрессивны и без долгих раздумий кусают человека даже далеко от своего гнезда, реагируя на движение Если бы эти муравьи обитали повсеместно По всей вероятности, сотни тысяч людей жили бы в постоянном страхе перед смертельно опасным укусом Итак, джек-джампер отличается свирепым характером Настоящий муравей-убийца Но мы не являемся его потенциальной добычей Не входим, так сказать, в меню Может быть, это всего лишь недоразумение в поисках нового имиджа За тысячи миль отсюда, в Западной Африке, живет по-настоящему зловещий муравей Для которого мы можем оказаться подходящей добычей Склоны горы Меру в Танзании покрыты буйно разросшимся лесом В котором царит странная тишина Здесь не видно хорошо знакомых африканских животных Нет даже слонов Некоторые обвиняют в этом муравьев Бродячие муравьи Местные жители называют их сиафу Говорят, что эти насекомые могут за сутки оставить от лошади один скелет Ареал Африка Размер от 3 до 12 миллиметров Численность колоний до миллиона особей Не так давно их обвинили в загадочном исчезновении туристов Конго Насколько они опасны в действительности? В большинстве районов Африки Перешедшие на оседлый образ жизни кочевники Свели значительную часть лесов Теперь на склоны горы Меру Масаи сажают бананы, маис и фасоль Чтобы прокормить свои семьи Они больше не соприкасаются с дикими животными За одним исключением Сиафу Подобно бродячим муравьям других видов Сиафу тоже мигрирует в поисках пищи Но с одним чрезвычайно важным различием В поход отправляется не миллион насекомых А 20 миллионов сразу Исход одной колонии продолжается целых четверо суток Сиафу безусловно внушают уважение Связываться с ними не хочет никто По словам Масаев Сиафу заставляют слонов покинуть лес Набиваясь в хобот и вгрызаясь в уши Однако Масаи считают, что сиафу появились на свете не просто так Бог создал муравьев Чтобы земля оставалась чистой Когда кто-то умирает Сиафу помогают избавиться от трупа В отличие от других бродячих муравьев Сиафу не имеют жала Но они способны разгрызть практически все Своими мощными челюстями После того, как крупные рабочие муравьи Прогрызают кожу жертвы Их более мелкие сородичи Начинают выедать Мягкую плоть изнутри Я, пожалуй, уйду Они, по-моему, победили Мне хочется закричать Сиафу, я только снимаю кино и все Поэтому мы изготовили анткам Она не чувствует боли Освоившись в новых для них сельскохозяйственных угодьях Сиафу, как правило, строят гнезда в мягкой земле Под банановыми деревьями Землекопы Торопливо готовят жилье для постоянно прибывающих новичков Они абсолютно слепые И выполняют команды, полученные с помощью осязания и обоняния Их тело покрыто множеством химических передатчиков и приемников Работая во мраке, они сооружают камеру, способную вместить 20 миллионов сородичей Что в человеческих масштабах можно сравнить с постройкой египетских пирамид Новое гнездо приходится строить приблизительно один раз в месяц Строительство миграции продолжается непрерывно, днем и ночью Накануне сезона дождей разворачивается главная драма в жизни Сиаф Неподалеку от тропы передвигается какое-то неуклюжее существо Которое как будто привлекает это муравьиное шоссе Это колбасная муха Как только она окажется достаточно близко, муравьи набрасываются на нее огромной массой Муравьи не убивают ее, они как будто ждали ее с нетерпением Это никто иной, как самет Сиафу Самый крупный муравей в мире, чьей спермы хватит, чтобы произвести на свет 5 миллионов соплеменников Однако муравьи не спешат предаться любви Самцу отгрызают крылья, крепко прижав его к земле Он стал пленником Его отнесут в новое гнездо и будут держать там, пока молодая матка не станет готова к оплодотворению Колонии нужна только его сперма Тропа уходит под землю перед тем, как мы попадаем в гнездо Бортовые огни нашей камеры освещают множество солдат, готовых отразить нападение подземных хищников У входа в свое новое жилище Сиафу демонстрирует пример исключительно высокой организованности Каждую минуту сюда прибывает 6 тысяч муравьев Большинство приносит с собой сородичей Каждую куколку, личинку и яйцо нужно очистить от грязи и уложить в хранилище Как муравьям это удается? Как известно, они общаются с помощью химических сигналов Каждый муравей сообщает, где он находится, что несет и нужна ли ему пища Это что-то вроде интернета в мире насекомых С помощью которого поддерживает связь и получает команды 20 миллионов муравьев Попробуйте представить, что жители Лос-Анджелеса вдруг стали общаться с помощью обоняния В этом гигантском подземном бункере Сиафу демонстрирует пример высшей организации муравьинного сообщества Солдаты образуют прочную корзину, внутри которой происходит хаотическое на первый взгляд движение Собравшись вместе, миллионы муравьев выделяют тепло, которого достаточно, чтобы температура в гнезде повысилась на 4 градуса И потомство развивалось максимально быстро Но вскоре эти 20 миллионов фруктов нужно будет накормить Пехотинцам пора вновь приниматься за работу Большую часть года Сиафу находится в состоянии спячки, не покидая своего подземного убежища Но с приходом сезона дождей воздух наполняется множеством насекомых И тогда Сиафу появляются на поверхности Самые страшные африканские хищники отправляются в поход Муравьи устремились на фасолевое поле Антенны стражников постоянно вздрагивают, принимая сигналы Улавливая малейшие колебания воздуха, отмечая любую угрозу Смотрите Тропа уходит вглубь посадок Масаев Численность муравьев осталась прежней Зато теперь миллионы недавно появившихся жуков и других насекомых Спешат полакомиться сочными растениями На этот раз Сиафу не берут пленных На поле боя стремительно прибывают все новые бойцы Будучи слепыми, они тем не менее убивают с хирургической точностью Насквозь прогрызая тела жертв Спастись нельзя даже гусеницам, покрытым множеством ядовитых волосков Их разрывают на части и доставляют в гнездо вместе с другой добычей День за днем Сиафа очищает поля с усердием, достойным прирожденных земледельцев Колония муравьев за сутки уничтожает около двух миллионов вредителей Которые обрекли бы людей на голод, если бы остались в живых Даже те муравьи, которые, как кажется, возвращаются без добычи Несут во рту питательную жидкость, добытую из тел жертв Это своего рода органическое средство борьбы с вредителями Земледельцы Масаи понимают, насколько полезны такие услуги Увидев муравьев, мы знаем, что год будет удачным Они убивают насекомых, которые поедают маис, кукурузу или фасоль Сиафа полезные Однако у них есть и темная сторона Они убивают и пожирают все, что съедобно и не может спастись бегством В их меню входят мыши, крысы и змеи Я слышал, что муравьи убили человека Может быть, он был пьян или болен Но на другое утро его нашли облепленным муравьями Все думают, что его погубили Сиафу Сиафу знают вкус человеческой плоти И их орды поистине огромны Способны ли они преднамеренно нападать на людей Для того, чтобы насытиться? Масаи воспринимают такую угрозу вполне серьезно Уводя заранее своих драгоценных домашних животных подальше С наступлением ночной прохлады Муравьи обычно отправляются на покой Но если температура достаточно высока Они продолжают охотиться и в темноте Куры надежно заперты в сарае Куда не могут проникнуть мангусты Муравьи всегда являются приятным угощением Богатые белками пищи Но беда в том, что на смену каждому съеденному муравью Приходит тысяча новых Большинство животных знает, что им грозит И поспешно спасается бегством На ферме появляются вынужденные переселенцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оставаясь с друзьями фермеров Сиафу не знают пощады Убивая все, что движется Их может остановить только огонь Но помочь курам уже нельзя Через день от них не останется ничего, кроме клювов и костей Для Сиафу потеря сотни тысяч солдат ничего не значит Это не более чем побочный убыток Ночная кампания увенчалась громким успехом Для Масаев Сиафу являются неприятными и даже опасными соседями Но они играют важную роль в сельском хозяйстве Масаи понимают муравьев и научились жить рядом с ними Проблема начинается, когда новичок в Африке Впервые сталкивается с бродячими муравьями Именно тогда и рождаются страшные рассказы Мы отправились к гостям к Масаи И наши друзья, которые живут в тех местах Захватили с собой маленькую дочь К вечеру девочка устала, и я посоветовал уложить ее спать Родители согласились Я пошел с ними в палатку, а потом вернулся к костру, чтобы продолжить ужин И неожиданно раздался пронзительный детский крик Бросившись назад в палатку, мы увидели, что Сиафу буквально покрыли все тело девочки Это было просто ужасно Я не сомневаюсь, если бы она осталась там еще немного Муравьи заели бы ее до смерти В отличие от других насекомых Сиафу будут нападать на человека, как на свою жертву В тех редких случаях, когда атака окажется успешной Смерть может наступить от удушья после того, как муравьи проникнут в легкие Мы для них всего лишь очередное блюдо в меню Одна из миллиардов ежедневных жертв Самые страшные африканские хищники – это отнюдь не львы и гиены А Сиафу – настоящие муравьи-убийцы Сиафу – настоящие муравьи-убийцы Продолжение следует...